Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 февраля Максимов день. Преподобный отец Максим, исповедник, считается утешителем в обидах и помощником в бедах. В этот день принято вспоминать добрым словом людей, когда-то пришедших вам на помощь. Максиму молились о заступничестве вдовы и сироты. Сам Максим получил серьезное научное образование. Он основательно изучил философию и богословие, достиг высокой славы своей мудростью и был уважаем даже в царских палатах. Сегодня отмечают День Ангела обладатели имени Максим. Хозяйки для этого случая выпекали пироги с начинкой из мяса, яиц, грибов, рыбы. Пирогами угощали не только членов семьи, но и нищих. Сегодня было принято мириться с теми, с кем были в ссоре. Даже ходили в церковь и молились о мире. Просили помощи в сложной ситуации. Считалось, что если сегодня помолиться Максиму греку, это другой святой, который правил на Руси церковные книги, за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Часто ему молились девушки на выдание бесприданного, сироты, обездоленные люди, чтобы их жизнь удачно сложилась. Был и такой обычай. Если возникла трудно разрешимая проблема в жизни человека, то сегодня надо было пойти в лес, отыскать там березу, прислониться к ней и как самому лучшему другу рассказать обо всем, что тревожит. Как правило, по дороге назад верное решение приходило само собой. Приметы. Ясная погода сегодня, жди затяжных морозов. Если на Максима запланированная встреча не состоялась, это к добру. Бог отходово отвел. Если сегодня сотворишь доброе дело, оно обязательно вернется. Если сегодня супруги возьмутся за руки и встряхнуть снег с дерева, который растет в их дворе, это к семейному процветанию и счастью. Далее. Кисломолочное. Еще Мечников утверждал, что кисломолочное продляет жизнь. И мы его потребляем как раз кисломолочное для того, чтобы чувствовать себя великолепно. Ну, о меде, я думаю, уже тут все это сказано. И что еще хочу сказать. Я знаю одного мужчину, у которого 50 лет началось отслаивание сетчатки, и он начал слепить. Болезнь прогрессировала, и он должен был оследовать. Ну, ему подсказали. А вот, говорят, проросшая общенница помогает с этой проблемой справиться. И он начал регулярно по 2 столовые ложечки всегда каждый день. Сейчас ему 70 лет, даже уже больше 70 лет. Болезнь не прогрессирует, как была, так и осталась. На том же самом уровне. Зренье не потерял. Зато стул регулярный. Потенция великолепная. Жизненных сил море. Таким образом, используйте наши целебные завтраки. Смотрите нашу целебную кулинарию, и вы будете всегда сильны, здоровы и прекрасны. Доброго вам здоровья. До новых встреч. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом, этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом, и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки Они носят такое название День Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова